Профессионализм, надежность и преданность белорусскому народу. Этими критериями руководствовался Александр Лукашенко, отдавая свой голос сегодня. Глава государства принял участие в выборах традиционно на участке, расположенном в Университете физической культуры. На участке номер 478 президента ожидала пресса, белорусские и зарубежные журналисты. Это один из показателей, что интересы и внимание к единому дню голосования в нашей стране высоки. Одна из причин – выборы проходят в крайне напряженных геополитических условиях и удержать равновесие. Стабильность крайне важна. К тому же для многих стран наш пример – ориентир того, как нужно отстаивать свою независимость. Хотя на Западе это называют диктатурой. Почему? Понятно, мы не пляшем по чужую дудку, как это делают, к сожалению, многие европейские государства. И как следует из ответа президента, турецкому журналисту, менять свои подходы и курсы ненамеренные, как бы некоторым этого не хотелось. Турки проводят выборы для турецкого народа, белорусы для белорусского, что россияне, китайцы для своих народов. И мы будем делать так, как выгодно нашим людям. У нас сегодня заканчивается голосование. Вы видели какие-то столкновения, какие-то поползновения на столкновения, мятежи, как это было раньше? Не видели и не увидите. Потому что мы умеем делать выводы из своих ошибок. Мы видим свои ошибки и сделали соответствующие выводы. Поэтому мы делаем это для себя. Надо успокоиться и делать свое дело. Делать все это в интересах собственного народа. И последнее. Вот абсолютно искренне и честно скажу. Нигде в мире открытых, честных, принципиальных выборов, как Беларуси, нет. У нас это праздник. Так было всегда. Мы проводим искреннюю, честную политику. И точно такие выборы. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам нужна спокойная жизнь. Во имя этого мы будем делать все. Дрожащими руками власть не держат. И никто никому власть не отдаст и не подарит. Но это должно быть основано на доверии народа к этой власти. Я считаю, что у нас в подавляющем сегодня большинстве народ власти доверяет. Хотя и критикуют. Это нормально. Тем не менее, критику и экстремизм нужно уметь отличать. Беларусы уже умеют. Конечно, речь не о тех, кто сбежал и брать ответственность за попытки разрушить страну даже не планируют. Такие личности по-прежнему устраивают турне по западным государствам и договариваются о безумных вещах. Вроде территориального передела Беларуси. Единый день голосования не так же используют, чтобы попытаться взбудоражить общество. И заблаговременно пытаются спекулировать на теме президентских выборов 2025 года. Пойду. Чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество. И вас в том числе. Для меня, поверьте, это очень важно. Ни один человек ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Поэтому чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Если надо конкретизировать, то я вам абсолютно серьезно и искренне скажу. Ничего нового пока сказать не могу. Потому что впереди еще год, до президентских выборов многое может измениться. И естественно я и все мы, общество и журналисты будем реагировать на то, какие изменения будут происходить в нашем обществе. И в какой ситуации мы подойдем через год к единому дню голосования. Если уж абсолютно. Поэтому я об этом не думаю. Я думаю о том, как этот год качество сделать сильным, мощным. Для того, чтобы даже если президент нынешний не пойдет на выборы, чтобы вы запомнили, а последнее все запоминается. Поэтому этот год будет очень активным. И я на это настраиваю общество и всю вертикаль власть, которая честно и добросовестно трудилась и будет трудиться эти годы до выборов. Журналисты также спрашивали о наблюдателях от ОБСЕ. Глава государства подчеркнул, заявок от них не поступало. Тем не менее, мы проводим выборы честно и открыто. Александр Лукашенко готов пустить их в Беларусь даже без виз. Но хороший вопрос, стоит ли? Ведь мы помним предыдущую историю, когда протоколы наблюдателей ОБСЕ были готовы еще до окончания голосования и заведомо выставляли Беларусь в негативном свете. Явка избирателей по состоянию на полдень в Беларуси составила 50,97%. Эта информация с учетом тех, кто сделал свой выбор досрочно. Ее озвучила секретарь ЦИК на пресс-конференции в информационном центре во Дворце Республики. Данные в разрезе областей страны следующие. По обрезку 53,12%, Витебская область 51,52%, Гомельская область 58,49%, Гродненская область 48,68%, Минская область 48,91%, Могилевская, как я уже сказала 59,67%, и Город Минск 40,64%. В общем, можно сказать, конечно, что явка на середину дня достаточно высокая. Вообще традиционно пик явки приходится как раз на обеденное время. Поэтому посмотрим, какими будут цифры к 14 часам. На протяжении единого дня голосования руководство ЦИК информирует общественность. О ходе электоральной кампании на видеосвязь с Дворцом Республики выходят представители избирательных комиссий всех уровней, областного, базового и первичного, а также участковых комиссий. Предстоящей ночью на 2 часа уже понедельника запланирована пресс-конференция председателя ЦИК Беларуси. Станут известны предварительные результаты голосования. Для депутата важно сочетание мудрости, жизненного опыта и новаторских идей. Именно за таких кандидатов голосовал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. На избирательный участок он пришел с родными. Это уже традиция. Причем выполнить свой гражданский долг семья старается в основной день голосования, когда по всей стране царит особая праздничная атмосфера. Прежде чем проголосовать, заместитель премьер-министра еще раз вдумчиво изучил список кандидатов, ведь именно от сегодняшнего выбора зависит судьба нашей страны. Депутаты должны своевременно не только сигнализировать, но вместе согласованно принимать соответствующее решение для того, чтобы люди сказали, мы избрали тех депутатов, они проводят волю народа, и мы видим, что жизнь наша становится лучше, комфортнее и надежнее. Одни из самых активных участников нынешней электоральной кампании – это молодежь, отметил заместитель премьер-министра. Это говорит о том, что она осознала, что причастна к управлению государством. Те, кто по состоянию здоровья не в силах прийти на избирательные участки, могут реализовать свое право выбора на домом. Представители участковых комиссий выезжают к людям по месту жительства. Опечатаны урны, условия тайного голосования, охрана милиции. Процесс организован как того требует законодательства. Павел Мариев – герой Беларуси. Большую часть своей жизни он посвятил Белазу. До этой электоральной кампании всегда приходил на участки сам, но в этот раз решил проголосовать дома. Кому отдать свой голос, определился еще до того, как встретил членов комиссии. Надо сначала отметить положительную работу уходящего парламента, уходящих депутатов. Конечно, следует пожелать новому парламенту, новым депутатам всех уровней, чтобы они так же упорно добивались того, что предписано в наших планах развития нашей республики. Напомню, обратиться с просьбой об организации голосования по месту жительства можно и сегодня. До 18.00 избирательные комиссии принимают заявки. Сложившаяся в Беларуси традиция всенародного принятия решений наиболее ярко проявляется именно в ходе избирательных кампаний. Участвуя в выборах, мы защищаем идеи и ценности нашего общества. Беларусь остается островком бережного и уважительного отношения современников к наследию предшественников. Совсем рядом с нами реализуется политика уничтожения исторической памяти. Под сомнение ставятся традиционные ценности. Это еще один повод принять участие в выборах, оставить свой голос в защиту наших общих достижений. О том, что беларусы не безразличны к судьбе своей страны, сегодня говорят международные наблюдатели, представляющие страны Евросоюза. За проведением единого дня голосования следят независимые эксперты из Франции, Италии, Швейцарии, Германии и других европейских государств. Так, представители Болгарии посетили уже несколько избирательных участков в Минске. Каких-либо нарушений они не выявили. Их предварительная оценка – выборы проходят открыто в рамках действующего законодательства. То, что мы видели на участках, противоречит информации, которую мы увидели изначально, которая распространяется о выборах в Беларуси. На этот момент оцениваю уровень избирательного процесса и избирательную активность очень высоко. Десять лет занимаюсь избирательным процессом. Пятнадцать лет участвую как международный наблюдатель и был членом Центральной избирательной комиссии Болгарии. С моей точки зрения избирательный процесс проходит очень удачно. Считаю, что вы проводите выборы по всем международным стандартам. Спокойный ход голосования отмечают наблюдатели из Сербии. Избиратели приходят голосовать с хорошим настроением. По их мнению, электоральная кампания в Беларуси проходит мирно, спокойно. Народ, вижу, приходит с улыбкой. И это говорит о высочайшей культуре белорусских людей, которые даже с детям приходят голосовать. Этого у нас в Сербии нет. И меня это радует. Комиссия работает хорошо. Там проходит все нормально. Люди голосуют. И я думаю, что будет без проблем закончиться все. И что результат будет такой, что новые люди, которые будут у нас в парламенте, они будут сохранить свою страну, прекрасную Беларусь. Всего на выборы аккредитовано около 300 международных наблюдателей. Это эксперты от СНГ, ШОС, Европейского Союза и представители центральных избирательных органов различных стран. Их работа продолжится до завершения финального этапа единого дня голосования подсчета голосов. Тот факт, что голосование проходит спокойно, без нарушений, отмечают также эксперты миссии наблюдателей от СНГ. В ее составе свыше 230 человек, представители практически всех стран Содружества. Сегодня они продолжают посещение избирательных участков, чтобы дать наиболее широкую и объективную оценку избирательному процессу. Как отметил глава миссии наблюдателей от СНГ, люди приходят на избирательные участки в праздничном настроении. Голосование идет очень активно. С самого утра никаких замечаний у экспертов нет. Оценку ходу электоральной кампании дают достаточно высокую. Ее подтверждают и мнения людей. Участники миссии не просто наблюдают за процессом, но и общаются с избирателями и национальными наблюдателями на участках. Все наши беседы с местными наблюдателями, к счастью и к нашему удовлетворению, подтвердили эту информацию, которую мы получаем из регионов, о том, что голосование идет спокойно, организованно. Никаких нарушений выявлено не было ни местными наблюдателями, ни нашими. Ну и мы искренне желаем от всей души нашим братьям-белорусам, чтобы голосование завершилось так же спокойно. В планах у участников миссии наблюдателей от СНГ посетить сегодня более сотни избирательных участков. Окончательную оценку электоральной кампании в Беларуси дадут после ее окончания. Масштабная политическая кампания в Беларуси проводится по новым правилам и по праву считается крупнейшей за всю историю страны. Единый день голосования предусмотрен в соответствии с обновленной конституцией. Выбираем весь депутатский корпус. Если раньше срок его полномочий был 4 года, то теперь 5. Государству удастся сэкономить значительные средства, а жителям вместо двух избирательных кампаний принимать участие в одной. После единого дня голосования начнется формирование Совета Республики. Спустя два месяца после избрания депутатов Палаты представителей впервые в новом конституционном статусе соберется Всебелорусское народное собрание. Инициатором проведения в Беларуси единого дня голосования был Совет Республики. Соответствующее предложение внесено при подготовке обновленной редакции Конституции, поправки в которую белорусы поддержали на референдуме в 2022 году. Все ли получилось и как парламентский корпус оценивает масштабную электоральную кампанию? Об этом и не только в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказала Наталья Качанова. Это абсолютно правильные подходы. И вы знаете, какое серьезное внимание уделяется сегодня работе с людьми. А это в первую очередь, конечно, депутаты, депутаты всех уровней. И я думаю, что это абсолютно все верно, абсолютно правильно. И все, что мы предлагали, собственно говоря, как мы и планировали со своими коллегами, с депутатами, ведь мы не просто это члены Совета Республики выдвинули инициативу. Мы эту инициативу обсуждали с депутатским корпусом всех уровней. Вы знаете, что мы работаем с депутатами всех уровней. Это и председатели областных советов депутатов, и депутаты поселковых, сельских советов, которые приезжают к нам на заседания, с которыми мы встречаемся тогда, когда проводим экспертно-консультативные советы, совет по взаимодействию. И вот мы единогласно приняли такое решение, внесли его, и оно было поддержано. Полную версию интервью с председателем Совета Республики смотрите в программе «Сенат» в 17.00 сразу после выпуска новостей на СТВ. Информационные вбросы и фейки не смогут повлиять на политическую сознательность наших граждан. Эксперты отмечают, что благодаря широкой информационно-просветительской работе белорусы активно приходят на участки в основной день голосования и делают свой выбор. Сама процедура выборов им ставилась под сомнение изначально. То есть еще там за полгода, за год они говорили о том, что выборов не будет, мы там в этом не участвуем и процедура неправильная. Поэтому то, что они сегодня говорят там про какие-то инструменты там якобы завышения явки, это для них ничего нового как бы не представляет. Нас больше интересует вопрос о безопасности. Со стороны наших беглых оппонентов, конечно же, в их подконтрольных СМИ звучали критические замечания по поводу наших выборов. Очень трудно им сегодня конкурировать, поскольку они в большинстве своем не находятся внутри государства, они не представляют в реальности то, что здесь происходит. И их влияние на наших граждан уже весьма такое опосредованное. Кроме того, мы видели, как они весьма некритично относятся ко всякой информации, подверженные тому, что транслируют различные фейковые вбросы. В информационном центре ЦИК в Дворце Республики работает более 400 белорусских и зарубежных журналистов. Среди них и съемочная группа СТВ. Последние данные о ходе единого дня голосования, а также экспертные мнения мы получаем из нашей выездной студии. Моя коллега Юлия Алексеюк уже готова представить своего гостя. Юлия, приветствую вам слово. Катя, добрый день. Мы продолжаем работу в информационном центре ЦИК. Буквально несколько минут назад закончилась пресс-конференция о ходе голосования. Ну а мы пообщаемся с гостем нашей студии, заведующим кафедрой Государственного управления Юридического факультета БГУ Вадимом Сергеевичем Михайловским. Вадим Сергеевич, здравствуйте. Как вы в целом оцениваете ход избирательной кампании и избирательную активность? Белорусское избирательное законодательство в очередной раз продемонстрировало свою эффективность. Мы не пошли по пути многих западных стран и не ввели, например, административно ответственный штраф за неявку на выборы. Также, несмотря на введение единого дня голосования, мы сохранили право на досрочное голосование. В результате получили замечательные цифры. Более 40% явка в период досрочного голосования и повышенная активность в сегодняшний день. Все это в целом демонстрирует доверие, которое выражают белорусы той политической системе, которая сложилась в нашей стране на сегодняшний момент. Вы работаете с молодыми людьми, со студентами. Как вы считаете, молодежь уже готова быть вовлеченной в избирательный процесс и в политическую вообще систему? Молодежь готова. И важно отметить то, что белорусское государство создало все необходимые условия для политической самореализации молодежи. Если ты чувствуешь себя политически активным, пожалуйста, вступай в партию, в общественную организацию, прояви себя в трудовом коллективе. И даже в 18 лет тебя могут уже выставить кандидатом в местный сайт депутатов. Считаешь себя не совсем политически активным? По крайней мере, приди на избирательный участок и прояви свою минимальную политическую волю. В любом случае, в эту электральную кампанию мы наблюдаем повышенный всплеск интереса молодежи к выборам. Это во многом связано с тем, что была проведена огромная работа как госорганами, так и университетами по живому диалогу со студентами, с молодежью. Они это почувствовали, видели, что ими интересуются, им отвечают на вопросы и в целом воспринимают их как самостоятельный и важный субъект в белорусской политике. В результате и высокая явка на избирательном участке. А можно ли сказать, что когда люди участвуют в выборах, они тем самым повышают правовую грамотность? Да, абсолютно верно. Существует несколько уровней политического и правового сознания. Обыденное, которое формируется в семье, профессиональное, которое формируется у юристов и политологов. И практическое сознание, которое формируется тогда, когда человек поучаствовал в конкретных политических действиях. Если мы посмотрим, большая часть белорусского населения так или иначе в тех или иных формах поучаствовала в электральной кампании. Что мы в итоге получили? Мы получили население, которое увидело, во-первых, то, что государство создало все необходимые условия для реализации политической воли граждан. То, что государство создало все условия для закона агитации кандидатов. И в целом, что у нас в стране сложилась уникальная ситуация, которую можно охарактеризовать как демократия согласия. Если так в общем говорить, почему важно исполнить свой гражданский долг? Дело в том, что государству для того, чтобы функционировать, необходимо знать интересы населения. Обращаться каждый раз по каждому вопросу напрямую к населению невозможно. Поэтому ничего лучше, чем представительные органы власти, которые мы сегодня с вами и выбираем, люди не придумали. Мы выбираем сегодня тех людей, которые от нашего имени на протяжении будущих лет будут принимать крайне важные решения. Если человек хочет, чтобы его голос, его мнение было учтено, он должен прийти сегодня на выбор. Вадим Сергеевич, спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Катя, ну мы продолжаем работу в выездной студии. Передаю тебе слово. Спасибо, коллеги. В следующих выпусках ждем еще больше аналитической информации от вас и ваших собеседников. Служители Белорусской Православной Церкви не остаются в стороне от избирательной кампании. И в Гродно выездное голосование прошло в Свято-Рождество в Богородичном женском монастыре. В обители 17 избирателей – это насельницы, церковные служители и настоятельница Игумения Гавриила. Работники ближайшего избирательного участка доставили выездную урну для голосования в монастырскую библиотеку. И там все началось с молитвы. Церковный хор исполнил в честь Белоруссии песню «Многое лето». Только после этого монахи не приступили к голосованию. Кстати, это тот особый случай, когда насельницы пользуются паспортом. Обычно документы хранятся в канцелярии. Господь что сказал? «Воздавайте кесарю кесареву, а Богу Божию». И даже его причистая матерь, когда уже должна была родить Христа, что она, бедняжка, она ехала по месту своей прописки, в Вифлеем, чтобы участвовать в переписи. То есть Господь, Матерь Божия, нам сами показали, что надо обязательно быть гражданами своего земного Отечества, достойными. Свято-Рождество Богородичный женский монастырь участвует в каждой электоральной кампании суверенной Беларуси. С самого утра в храме обители во время богослужения прихожане по традиции помолились за нашу страну. Мы привыкли, что участки для голосования в основном работают в учреждениях образования, но пора разрушать стереотипы. Активную поддержку в нынешней электоральной кампании оказали лесхозы. В их структурных подразделениях открыто около 60 участков. Больше всего их в Могилевской области 15. На одном из них работает наш корреспондент Юлия Мычко. Она на прямой связи со студией. Студия «Добрый день». Мы находимся, я бы сказала, на одном из самых уникальных избирательных участков. Дело в том, что в деревне Гуслище Могилевского района он разместился на базе местного лесничества и находится прямо в лесу. Участок один из самых малочисленных. Здесь в списках избирателей всего 230 человек. Это жители близлежащих 10 деревень. Видимо, не в характере свечан откладывать важные дела на потом, поэтому досрочно здесь уже проголосовали 47% избирателей. Ну а те, кто в силу разных обстоятельств не смогут сегодня прийти сюда, ждут избирательную комиссию в гости. Желание голосовать на дому изъявили 86 человек. И есть у нас две бабушки с возрастным возрастом. Одной 90, второй 92. И они так даже, ну вот, просили, несколько раз звонили и напоминали нам, чтобы мы, это 25-го, приехали к ним. Несмотря на свою отдаленность, на участке постарались создать праздничную атмосферу. Выборы проходят с белорусским колоритом. Тон и настроение избирательному процессу задает песня и гармонь. Артисты уже выполнили свой гражданский долг и проголосовали. А гармонист, как выяснилось, сам является членом избирательной комиссии. У нас есть хорошая песня «Нам друг без друга жить никак нельзя» из репертуара ансамбля «Беседа». И вот там именно и говорится о том, что очень приятно приезжать на такие участки и видеть, что люди приходят на выборы добровольно, голосуют. И не прячутся, как в нашей песне, есть слова в своих удельных огородах. А именно всегда вместе, всегда со своими односельчанами. Это приятно всегда видеть. Я впервые наблюдатель, и это огромнейший опыт для меня. Одно дело приходить и голосовать, а другое дело быть наблюдателем на выборах, видеть то, какую работу делает комиссия изнутри. Это очень интересно и познавательно. Вбираю человека, который, надеюсь, изменит нашу жизнь к лучшему в плане коммунального хозяйства, житейских наших проблем. Все у нас, я считаю, есть. Надо трехи самим шевелиться. Вот так. На участке созданы все условия. Нужно сказать, что у нас серьезный гололед, но все дорожки чистые. Кроме этого, есть безбарьерная среда, установлен пандус. Поэтому препятствий для того, чтобы прийти и сделать свой выбор, нет. Студия. Спасибо. Это была наш корреспондент Юлия Мычко из Могилевской области. За ходом голосования сегодня следят более 22 тысяч национальных наблюдателей. Информация от них поступает в Центр общественного наблюдения за выборами со всех регионов страны. Здесь же работает горячая линия и чат-бот. Операторы Центра оперативно отвечают на вопросы жителей и информируют их о нюансах избирательной кампании. Только в период досрочного голосования поступило около 300 таких обращений. В основном белорусы интересуются, как найти свой участок и можно ли проголосовать не по адресу регистрации. Также за это время наблюдателями были зафиксированы два нарушения со стороны избирателей. Один пытался вынести бюллетень, другой его сфотографировать. Наши национальные наблюдатели в большом объеме работают на участках. Они зафиксировали, что все участки открылись вовремя. Каких-то внештатных ситуаций не зафиксировано. Были опечатаны ящики для голосования. Прозвучал государственный гимн Республики Беларусь. Центр продолжает свою работу и будет оперативно информировать общество о ходе голосования. Горячая линия Центра общественного наблюдения за выборами будет работать до закрытия участков. Это, напомню, в 8 вечера. Не случайно, что на этом историческом этапе Беларуси во главе государства стоит настоящий воин, заявил российский философ Александр Дугин во время стрима. Озаренок напрямую. Сейчас наша страна противостоит сильнейшему внешнему давлению, поэтому как никогда важна сплоченность народа. Особенно в такой значимый политический период, когда мы формируем депутатский корпус. Александр Григорьевич Лукашенко человек прямолинейный, решительный, однозначный в каком-то смысле. Сказали друзья, друзья, сказали враги, враги и все. И это, на самом деле, прекрасно. Это, в общем, образец для поведения решительных воинов и героев защитников Отечества. Начиная с полудня и до 22 часов, лучшие российские и белорусские эксперты гости проекта «Озаренок» напрямую. Подключайтесь к просмотру в YouTube. Возможность сделать свой выбор должна быть у каждого. Избирательные участки оборудовали элементами безбарьерной среды. Наш корреспондент Анна Корольчук оценила условия, созданные для людей с инвалидностью. Анна, добрый день, вам слово. Добрый день, студия. В этом году избирательные участки постарались сделать максимально доступными и комфортными для всех граждан, чтобы каждый человек в равных условиях мог сделать свой выбор. Участок номер 12 в Гомельском городском центре инклюзивной культуры, где я сейчас нахожусь, можно назвать образцовым в этом плане. Здесь учли потребности людей с разными категориями инвалидности. Для слабовидящих есть таблички-указатели со шрифтом Брайля на входе. А также тактильная плитка в самом помещении. На участке для голосования могут предоставить лупу и трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней незрячими людьми. Для маломобильных граждан есть пандусы с поручнями и специально оборудованное место для голосования инвалидов-колясочников. Все доступно абсолютно, пандусы. Я самостоятельно приехал, попал на избирательный участок без проблем. Никого не просил его помощи. Это участок для инвалидов по слуху, по зрению, колясочники, ДСПшники. Здесь созданы все условия для того, чтобы инвалиды спокойно могли прибыть на участок и отдать свой голос за свое будущее, безопасность и независимость. На досрочном голосовании проголосовало примерно 64% избирателей. Вся очищенность избирателей на участке 2288 человек. Напомню, что на участках для голосования по всей стране также работают волонтеры, которые готовы оказать помощь людям с инвалидностью, если у них возникнут какие-либо трудности. Здесь же, на участке номер 12 в железнодорожном районе Гомеля, комиссия отмечает более высокую явку избирателей, чем в предыдущей электоральной кампании. Для тех же, кто по какой-либо причине все-таки не смог приехать в Центр инклюзивной культуры, предлагают организовать голосование на дому. Сегодня этой возможностью уже воспользовалось около 20 семей. Студия. Спасибо. Это была наш корреспондент Анна Корольчук из Гомеля. Кинопоказы, игровые программы, музыкальные сказки, мастер-классы ремесленников, выборы во многих регионах сопровождает дополнительная программа. Единый день голосования стал настоящим праздником и для жителей Городокского района. Все благодаря местным музыкантам. На избирательном участке номер 3 в Центре детей и молодежи первыми сегодня голосовали сами артисты. В их числе хореографы и Человек года Витебщины, Татьяна Осипова, а также участники заслуженного любительского коллектива ансамбля песни и танца «Яблонька». Их творчество сегодня стало ближе для тех, кто пришел голосовать. Всего в Городокском районе насчитывается более 16 тысяч избирателей. Я сегодня голосую за процветание и будущее нашей Беларуси, за сохранение традиционных ценностей, за профессиональные качества каждого кандидата. Я голосую за будущее нашей страны, за возможности для наших детей, за мирное небо над головой. Я считаю, что кандидат должен обладать лидерскими качествами, любить свою страну, в особенности свой город, развивать его, чтобы задерживалась молодежь в наших маленьких городах, такой как Город-Городок. Каждый раз на выборы мы ходим всей семьей, голосуем за будущее для наших детей, для нас, для всех. Мы ориентируемся прежде всего на опыт, может быть, на человека, который поможет нашему избирательному округу в каких-то вопросах бытовых. Праздничную атмосферу городокские артисты создают и в деревнях. С концертными программами туда отправились автоклубы. К слову, выступления музыкантов организованы на 170 избирательных участках Витебской области. И поскольку для белорусов выборы настоящий народный праздник, отмечать его принято хлебосольно. В единый день голосования для избирателей работают мини-маркеты и буфеты. Ассортимент широкий, можно не только перекусить, но и полноценно пообедать. На прилавках свежие фрукты, сладости, булочки и напитки. Отведать можно и любимые национальные блюда – домашние колбасы, борщ, драники и колдуны. Так заведено у нас было с родителями, что мы приходили, покупали чего-нибудь вкусненького домой. Поэтому сохраняю традицию дальше, прихожу. Все по доступным ценам, все свежее всегда, очень приятно. Буфет, очень все понравился. Чувствуется, что праздник. Включайте музыку, будем танцевать. Приобрести продукцию можно по доступным ценам. Приятный бонус для тех, кто приходит отдать свой голос, скидки, акции и дегустации новинок.